Александр Русецкий подает документы в механико-технологический колледж. С детства мечтал стать сварщиком. Когда пришло время выбирать специальность, остановился на этом учреждении образования. Бабрусский государственный механико-технологический колледж. Один из лучших колледжов, где можно получить образование. Здесь предлагают выучиться на станочника, электрогазосварщика, слесаре и техника. В этом году на уровне среднеспециального образования появилась новая специальность – технология сварочного производства. Принимают абитуриентов, которые окончили 9-й и 11-й классы. Мы готовим квалифицированные кадры для двух отраслей производства – машиностроительной и химической. Уже идет прием на уровне профессионально-технического образования. С понедельника, с 20-го числа мы всех ждем на уровне среднеспециального образования. Зачисление пройдет по конкурсу аттестатов. У выпускников колледжа есть возможность получить работу на заводе ТДА, Громаша и Белшине. Некоторые уехали трудиться на Белое С в Островце. Будущие специалисты учатся обслуживать различные оборудования. Этот высоковольтный шкаф нужен для снабжения установок электричеством. На нем проводят практические и лабораторные работы. В медицинском колледже с порога хвастаются приобретением. Показывают передвижной аппаратно-программный комплекс. На нем можно проходить тренировки, отрабатывать манипуляции. Еще одна новинка – робот «Анна». Манипулятивный робот появился здесь в прошлом году. На нем учат оказывать первую помощь. Преподаватель задает ситуацию, а учащийся должен правильно с ней справиться. Если он ошибается, раздается звуковой сигнал. Для учащихся сразу две специальности – сестринское лечебное дело. Документы абитуриентов начнут принимать с понедельника. На бюджет возьмут 60 человек. Половина меда закреплена за телевиками. На платное отделение – 30. Целевой договор наши абитуриенты могут заключать в городе Бобруйске, в частности, во всех поликлиниках учреждений здравоохранения и в учреждениях здравоохранения Бобруйская городская детская больница. В этом году абитуриентам не пригодятся сертификаты ЦТ. Набор организуют по конкурсу аттестатов. Не нужно проходить испытания, чтобы поступить в технологический колледж. Прием документов стартовал накануне. После девяти классов швея – портной, портной – закройщик. После среднего образования – это 11 классов, визажист на вечернюю форму. И после профтехобразования – это техник-технолог, мастер в производственном обучении. Здесь постепенно обновляют материально-техническое оснащение. В прошлом году в мастерской установили новые машинки от японского производителя Джуки. Такие же машинки установлены на швейных предприятиях по всей стране. Их купили и установили в прошлом году. Техника бесшумная, работает от электросети. Абитуриентов ждут аграрно-экономический, строительный, лесотехнический, торгово-экономический и художественный колледжи. В некоторых из них прием документов уже идет. В остальных стартует с понедельника. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.